Добрый вечер всем зрителям телеканала СИМОН. Это программа Насправде. Я Владимир Мазур и сегодняшний эфир мы продолжаем посвящать теме медицинской реформы. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии Андрея Пеньков, кандидат медицинских наук, врач-педиатр и эксперт Харьковской экспертной группы по поддержке медицинской реформы. Добрый вечер. Добрый вечер. Поговорить сегодня хотелось бы о таком явлении, которое все наверняка в принципе слышали, понятия слышали, но я в том числе, наверное, в общем-то мало представляю себе, насколько, скажем, это важно и насколько это фундаментально. Медицинские протоколы и доказательная медицина вообще. Насколько я знаю, в Украине принято, да, есть постановление, которое внедряет наконец-то вот те самые пресловутые медицинские протоколы, с которыми все знакомы, наверное, максимум по сериалу «Доктор Хаус». Что это для нас, чем это для нас грозит и что это влечет за собой? Это очень сложный такой, знаете, многоуровневый вопрос и проблема, что с одной стороны в каждом государстве и в нашей постсоветской Украине существовали наказы, приказы, методические рекомендации, какие-то инструкции, как врач должен поступать. И проблема наших так называемых протоколов была в том, что они очень часто были заангажированы, они очень часто были написаны под какие-то конкретные препараты, под какие-то конкретные процедуры. То есть это не были, ну как мы сегодня говорим, доказательные, универсальные протоколы руководства к действию. Это были документы, которые, в общем-то, направляли всю массу медицинского обслуживания, ну я имею в виду человеческий ресурс, материально-технические какие-то процессы, исследования и так далее, в нужном для определенных кругов русле. Поэтому это одна проблема. Вторая проблема, согласно, например, западным и требованиям, и рекомендациям, да и положению нашего 751-го наказа по созданию протоколов, клинических настанов и стандартов медицинского обслуживания, все эти рекомендации должны пересматриваться раз в 2-4 года. Большинство наших приказов, ну, например, я должен лечить, условно говоря, холецистит по наказу 69-го года. О май гад, да, это все эти препараты, да. К счастью, в 12-м году, к счастью, в 12-м году, вернее, в 13-м году, все, что было создано, наработано до 12-го года, было отменено. Наш Державный экспертный центр отменил около 3-х тысяч всяких наказов на основном. Но интересно, что если вдруг случается какая-то спорная ситуация, то проверяющие органы, прокуратура достает любые положения, любые наказы, основывается и полагается на них, оценивая действия врача. Потому что это законы основания. Да, и вот что на сегодняшний день, почему вдруг стал вопрос о протоколах? Никто это не обсуждает, но как раз протокол в конечном итоге и является в том числе гарантией того, что врач не имеет возможности поступить в крайней степени непрофессионально или совершенно отвлеченно от того, что написано. С другой стороны, протокол везде, во всех странах, на самом деле носит рекомендательный характер. И все манипуляции, инсинуации на тему, что вот все будут лечить по протоколам, шаг влево, шаг вправо расстрел, это все неправда. Я ответственно хочу заявить, никто так поступать не будет. В лучшем случае это вопрос к прокуратуре, а не к вопросу к медицинскому сообществу. Потому что любой врач, любая медицинская комиссия будет понимать, что бывают индивидуальные случаи, форс-мажоры, бывают нетипичные случаи, которые все прописать в протоколе невозможно. Можно сразу вопрос. А ты говорите о прокуратуре. То есть являются ли протоколы, те протоколы, которые на данный момент либо уже существуют, либо будут приниматься в дальнейшем в нашей стране? Вот смотрите, да. Но какая у нас на сегодняшний день с вами появилась на самом деле уникальная возможность, я считаю, это такой исторический момент. Я сейчас вот вернусь к тому, что было. Вот если, например, наш Державный экспертный центр выпускает один документ, и там написано, что исполнение данного документа должно быть стопроцентным. То есть вот как раз при существующей позиции мы с вами подписываемся под какие-то серьезнейшие ограничения. А вот по новым дополнениям к данному приказу я могу в своем учреждении взять основу 2-3 протокола. Например, австралийский, новозеландский и, скажем, британский. Перевести его ридненькую украинскую мову, якщо мои доктора не владеют мовою. Но самое главное, я сегодня получаю возможность использовать этот протокол на языке оригинала. А на языке оригинала может звучать фраза. В 70% случаях данный метод лечения эффективен. Однако в 30% случаях можно применить такой-то, такой-то метод. Однако мы знаем, в 3% случаях может быть что-то иначе. И как мы обсуждали замминистра с Александром Линчевским, да, вот есть 3 врача-анестезиолога, которые, например, по-разному интубируют трахею. Но вот каждому удобнее интубировать трахею. Значит, я нахожу 3, условно говоря, протокола, создаю в больнице у себя местный, так называемый, новый протокол. Достаточно всего лишь подписи главного врача. Не нужно согласовывать с облздравом, с Академией наук, с кафедрами подписи главврача. Потому что главврач юридическое лицо. И он на самом деле отвечает юридически, какими протоколами будут пользоваться доктора. Они садятся за круглый стол и говорят, ага, Михаил Иванович, нам нужно запротоколировать и утвердить вот этот метод интубации, вот этот и вот этот. Потому что наши доктора хорошо владеют этими тремя методами интубации. И мы начинаем это делать не потому, что Саша, Вася и Коля так решили интубировать пациентом. А это запротоколировано. Самое главное, это не из головы взято докторов и главврача. Есть ссылка на австралийский, новозеландский документ и так далее. То есть мы ничего не делаем от себя. Мы полагаемся на существующие нормы, существующую практику, существующую так называемую доказательную базу. И мы эту доказательную базу применяем у нас. Потому что на сегодняшний день, смотрите, с 2013 года, за 4 года наш ДЭК принял 93 протокола и там что-то около 200 этих самых клиничных настановок. Извините, нам нужно 5-6 тысяч документов на сегодняшний день. Мы будем ждать еще 100 лет, пока ДЭК разрешит нам. То есть можете себе представить, как сегодня построено? Я просто участвую в таком процессе сейчас. Мы написали на основании ВОЗовского документа, нас написали документ по лечению хронической боли у детей. И отдали экспертам, Державного экспертного центра. Там запятая не так поставлена, там фраза не так переведена. Оказывается, есть еще другие документы, хотя они могли бы нам представить всю информацию до начала работы этой группы. И мы получили отказ от Державного экспертного центра. Действительно прекрасные ребята, буквоеды, которые где-то нашли несоответствие ссылки и несоответствие запятой. Хорошо, если так все сложно. Давайте мы переведем протокол Всемирной организации здравоохранения и автоматически примем его на территорию Украины. Давайте. Но звучит фраза, оказывается, эксперты ВОЗ не тем, как там есть грейд, такой механизм. Мы пропускаем по грейду протокол и как бы принимаем решение, подходит он нам или не подходит. Оказывается, по мнению наших представителей, нашего Державного экспертного центра, ВОЗовские эксперты не того уровня грейд себе определили. И мне хочется в этом месте застрелиться. Понимаете? Поэтому то, что сейчас происходит как раз, это возможность для людей, которые хотят работать в новых условиях, которые хотят лечить по-новому, которые хотят, основываясь на доказательную базу, делать то, что делает весь остальной мир. И им за это ничего не будет, заметьте. Потому что на самом деле, мне кажется, что у нас сложилась крайне непонятная ситуация. Мы как государство сами не можем для своих детей, для своих пациентов создать условия, чтобы они нормально лечились. Вот мне про пациентов, к слову, сказать. Потому что, насколько я вот сейчас понял, новая система, которую можно будет принимать, скажем, за основу там 2-3 варианта иностранных, собственно говоря, протоколов лечения, она сильно создает дополнительные условия безопасности для врачей. А для пациентов? Насколько я понимаю, вы можете апеллировать теперь, если в случае возникает какие-то спорные ситуации с пациентом, вы можете апеллировать. Вот здесь было записано так, так, так. У вас есть большее право на ошибку, скажем. Почему? Ну, потому что если вот там не доказано, там не доказано и так далее, то есть вы можете к этому отсылать. Нет. Нет? Нет, нет. Понимаете, медицина в том-то все и дело, что на самом деле я должен об этом оповестить пациента. Информировать. И мы должны информировать, обязаны. Мы должны сказать, вот есть на сегодняшний день такие-такие-то вещи. Вот приходит ко мне человек со своим ребенком, и у ребенка, например, в моче лейкоцита, но нет температуры. А говорит, мне говорят, я должна 3 месяца пить антибиотик. Я открываю Найсовский протокол. А там написано, что если лейкоцитория без температуры, это значит какой-то инфекционный процесс в нижнем отделе, если у вас нет изменений в анализе крови и нет высокой температуры, вы не должны пить длительно антибиотик. Вот я говорю, вы будете лечиться так, как вам сказали, или вы будете лечиться так, как в Найзе написано. С моей точки зрения, я же не только себя могу обезопасить, я же могу не навредить пациенту таким образом. Это опять же вопрос неточности и уже манипуляции общественного мнения, что протокол нужен врачу. Прежде всего протокол нужен пациенту. Потому что сегодня как раз врач, вот как многие жалуются пациенты, в какой кабинет не зайди, каждый врач говорит по-своему. Конечно, да. То есть сейчас у нас полный беспредел с точки зрения каких-то стандартов лечения. Каждый врач сам себе протокол. Причем это в самых простых ситуациях. Да. А здесь мы получаем с вами. У нас с вами есть, условно говоря, международный протокол. Он не один, их много. Давайте назовем так, международные стандарты лечения от тех или иных болезней. Мы с вами садимся и говорим, давайте мы с вами все-таки решим. Вы будете, хотите по-старому, хотите принимать там препарат с незаказанной эффективностью, пейте на здоровье. Это ваше решение. Это не я назначу. А как это будет оформляться? Вот человек говорит, окей, хорошо, да. Он пишет свое согласие. Согласие, информованное с года с назначенным лечением. Хотите пить, например, всякие роны, зины и так далее, пейте, но я за это ответственности не несу. Я просто знаю, согласно всей документации, эти препараты неэффективны. А нам помогает. Великолепно. Эффект плацебо помогает в 50% случаев. Вам помогает, пейте. Но это ваш выбор. Я этого назначать не буду. Но, с другой стороны, я не могу вам не сказать, что, например, лечением контагиозного моллюска не требуется. Потому что сегодня лекарств против контагиозного моллюска человечество не придумало. Или, например, вирус Эпштейн-Бара нет лекарств против этого вируса. Он сам проходит. Хотите пить вот такой список препаратов? Пейте. Но я вам, как человек, который следует, например, международных протоколов, говорю, что вам достаточно симптоматического лечения, температуру снижать, давать какие-то там препараты и время. И совершенно нет никаких рекомендаций международных, что вы не должны ездить к морю три года потом. Но у нас же до безюмия доходит сейчас. Так, понимаете, появление этих протоколов и их, условно говоря, артикуляция и то, что те люди, кто имеют знание языка, те, кто хочет работать по-другому. Мы же большое дело можем сделать для всего сообщества. Люди не только вот этот трэш будут читать в интернете, который сегодня направлен только на одно. На то, чтобы запугать и создать как можно больше клиентов для обследования и лечения. Ну, это мне так кажется. Есть такой маркетинговый ход. Если вы хотите увеличить продажи, например, средств от прусаков, то вы должны по всем масс-медиа рассказать, как прусаки вообще напали на и овладели всем городом. И сколько смертельных болезней они несут. И сразу все начнут бороться с прусаками. Понимаете, от этого многие люди устали. И врачи, между прочим, и пациенты. Сейчас запрос на вот эту доказательную медицину, он растет с каждым днем. Я это вижу по коллегам, которые, например, создают там группы, создаются ассоциации независимые и так далее. Люди устали уже от заказухи. У меня есть единственный, конечно, вопрос. Я сейчас, ну, так в космос говорю. Почему фармкомпании, уважаемые, серьезнейшие фармкомпании, сюда к нам на рынок везут то, что продается, а не то, что действительно иногда нужно. То есть некоторые, например, антибиотики, которые широко применяются на Западе и меньше несут проблем с точки снижения устойчивости и так далее, они не зарегистрированы и не завозятся. И в то же время мы видим целый пул антибактериальных препаратов, которые там у нас чрезмерно часто и не по показаниям назначаются. Я должен заметить, что в последнее время, к счастью, наверное, есть тенденция, что врачи с крайней неохотой назначают антибиотики по незначительным каким-то случаям добиться, в принципе, какого-то там рецепта на антибиотик. Люди привыкли, да, у меня простуда, давай-ка я наемся антибиотик, а все будет окей, я там за два дня вылечусь вместо двух недель, все будет прекрасно. Нет, все, уже вот такого нет, кстати говоря. Ну, я не знаю, это может быть с вами, Вова, не происходит. Но у нас идет поток детей, пациентов в нашей клинике. И, ну, я могу сказать, 50% случаев можно было бы не назначать антибиотики. Вот скажите, вот те протоколы, о которых мы сейчас говорим, насколько я понимаю, насколько я понял из вашего рассказа, это прерогатива, в принципе, каждой из больниц, каждой из клиник создавать собственные протоколы. Будет ли какая-то... Нет, они не собственные. Вот смотрите, вот там указан, будет в этом наказе, уже не будет, указан, ну, перечень сайтов, которые могут быть источники. Нам с вами не нужно даже сегодня распечатанные протоколы иметь. Нам достаточно иметь ссылку на сайт. И на этом сайте написано, как лечить ОРЗ, как лечить АТИД, как лечить там еще. И я лечу его так. И я объясняю пациенту, почему я так лечу. Вот, смотрите. Вот он говорит, нет, меня не устраивает. Извините, если вас не устраивает, вот есть соседняя клиника, есть другой доктор. Он, например, лечит по-другому. Понимаете? То есть, ну, на самом деле, это не мой собственный протокол. Просто больница, делая подпись свою, дает, ну, соглашается, как бы все доктора и главный рач, что да, мы используем вот этот протокол. Это не собственный. Есть официально утвержденный перечень протоколов. Ну, их полно. Есть, вот сегодня есть официально утвержденный не перечень протоколов, а источников, ресурсов, где вы можете найти для себя нужный протокол и принять его за основу для лечения в своей больнице. А как узнать пациенту, собственно говоря, вот что за протоколы? Это должен врач, это прописано сегодня, прописано в додатках. Врач обязан информировать пациента, по какому протоколу он предлагает ему лечение. Но он это информирует уже непосредственно в момент приема, да? Ну, естественно, я же не знаю, кто ко мне придет завтра на прием и с какой проблемой. Вот обязаны ли клиники, обязаны ли врачи заранее как-то, не знаю, нас в регистратурах на сайтах и так далее? Нет, в регистратурах мы вчера были обязаны собирать у пациентов как минимум две подписи за обработку персональных данных и согласие, информованно с года про надо на ликувание или хирургическое втручание. И на самом деле, что такое надо на ликувание? Это мой лист назначения. И пациент обязан, это на основе моих лицензионных соглашений, обязан подписаться. Только сегодня это моя обязанность и право пациента узнать. Скажите, вот вы мне назначили лечение. А они входят в протокол лечения какой-то? Они являются, это вопрос пациента-врачу, являются препаратом доказательной базы. Ты говоришь, да. Я представляю себе, живо это дело. Приходит бабушка и говорит, доктор, а вот от моего там радикулита является. Ну, смотрите, так не происходит, понимаете, так не происходит нигде в мире, потому что к врачам есть доверие. Мы доверие свое растратили, ну, глобально, то есть институционально. В принципе. И для того, чтобы нам снова восстановить доверие пациентов к нам, я не знаю, родителей, но есть же другой вопрос. И врачи же перестали доверять. Мы совершенно перестали доверять государству. Потому что мы ничего хорошего от государства никогда не ждем. Но почему многие вещи, которые сегодня рождаются в МОЗе, они воспринимаются в штуки и поддаются моментальной критике. Даже народ не пытается разобраться в этом. Потому что на сегодняшний день замминистра говорит, вы можете историю болезни писать как хотите, вам не нужна из МОЗа инструкция, вам удобно на альбомном листике писать историю, пишите на альбомном. Вам удобно на книжном, пишите, вам там на А5 удобно, пишите на А5. Самое главное, чтобы вся нужная информация, которая обсчитывается, которая проверяется, была вот здесь вместе. Как хотите это делать? Как это нет инструкции из МОЗа? А кто ж нас будет проверять? А перед кем мы будем отвечать? Не надо ничего делать. Вот хотите протокол, берите, используйте. То есть и то же самое на сегодняшний день по любым программам идет все, вот формируются минимальные требования, но при этом они более детализированы, и это то, что обязательно должно быть. Ребята, если вы хотите больше, развивайтесь, автономизация, пожалуйста, вот эти все скандалы с коррупцией, с наездами на врачей, против чего, за что защищают? Вот мне вопрос. Я на стороне врачей всегда, все, сам врач, я понимаю, как добиваются эти деньги. Но почему медики выходят на улицы, тогда, когда кого-то приняли или кого-то, например, попытались на кого-то наехать, да? А почему никто не выходит, например, на улицы и не требует отмены 49-й статьи и легализации, например, всего бизнеса, или отмены налогов на медицинскую практику, или еще чего-то? Почему никто не борется за легализацию своих доходов? Ну, это на самом деле нонсенс, то есть выступать защитой человека, который, в принципе, нарушил закон. Он 25 раз государство нас подставило под это, но все равно по факту закон нарушен. Так мы должны объединяться как раз вокруг того, чтобы зона работы медицины, это была зона свободной профессии, где бы врачи были свободными, и где бы к врачам было и уважение, и доверие, и у нас к самим себе доверие было. Вот в чем нюансы. И вот это шаг за шагом, те же протоколы, это, мне кажется, это просто одна из граней вот этого всего процесса. Я воспринимаю это очень позитивно. И для пациентов, и для врачей. Я тоже воспринимаю, хотя мне кажется, что надо будет еще уделить немало времени для того, чтобы разобраться, и не только мне, а и нашим зрителям. Тем не менее, спасибо вам большое, что сегодня были гостем нашей студии. Спасибо, что пригласили. И спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!